В продолжение военной темы сегодня мы хотим еще раз вернуться к празднику 9 мая и рассказать вам, как отмечали День Победы наши ветераны в банкетном холле Кристал Гранд. Воскресным днем к уютному залу Кристал Гранд подъехал автобус с ветеранами фронта и тыла, где их уже ждали празднично накрытые столы в атмосфере военных лет. Праздник был организован Генеральным консульством Российской Федерации в Торонто и Русско-канадским культурно-просветительным обществом при участии фольклорного театра «Русский стиль». Песня «Русский стиль» Песня «Русский стиль» Официальную часть открыл консул-советник консулата Российской Федерации в Торонто Игорь Владимирович Кийков. Он поздравил ветеранов от имени Генерального консульства Российской Федерации в Торонто. Подвиг людей, через судьбы которых прошла война, навечно останется в памяти грядущих поколений. И где бы мы ни находились сегодня, в каком бы уголке нашей планеты ни встречали этот праздник, он всегда останется для нас священным. Вооруженные силы России на празднике представлял настоящий полковник – полковник Панкратов. Он входит в группу офицеров, которые находятся в Канаде на так называемой производственной практике. «От лица вооруженных сил хочу выразить вам глубочайшую благодарность за тот беспримерный подвиг, который вы совершили. 66 лет назад закончилась Великая Отечественная война, однозначенная победой нашему народу, нашей Родине в этой войне. Прошли годы, за это время многое изменилось. Изменилась принципиальность, менялся политический строй, нет уже той страны, которая была Советским Союзом. Многие советские праздники или исчезли, многие поменяли название или поменяли свой смысл. Все праздники, кроме одного праздника, праздника – победа». Как и в прошлом году, фольклорный театр «Русский стиль» приготовил для ветеранов театрализованные представления, посвященные Дню Победы. В их исполнении звучали песни военных лет, стихи на тему Великой Отечественной. Песня «Русский стиль» Песня «Русский стиль» Пришло поздравить ветеранов и совсем молодое поколение – детский народный ансамбль. Песня «Русский стиль» Песня «Русский стиль» Песня «Русский стиль» Песня «Русский стиль» Наши зонки, наши зонки, наши зонки, наши зонки, наши зонки, наши зонки. Неожиданно в руках ведущих появились письма-треугольники, как бы весточки с прошлого, в которых на этот раз были кукры-никсы военных лет. К слову сказать, во время Великой Отечественной ежемесячно только в действующую Красную Армию доставлялось 70 миллионов писем, которые писали родные друг другу на фронте и в тылу. Корреспонденция с фронта производилась бесплатно. Письма складывались простым треугольником, что не требовало конвертов, которые на фронте по понятным причинам были в дефиците. Когда приходит почта полевая, Солдат теплом далеким обогреб. Когда приходит почта полевая, Солдат теплом далеким обогреб. Кто был на фронте, на переднем крае, Тот оправдает и поймет бойца, Который смерти пули презирая, Готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленый, Четыре года шел войной боец, А следом фронтовые почтальоны Несли приветы от родных сердец. Традиционные красные гвоздики, как символ победы, вручали ветеранам артисты фольклорного театра «Русский стиль» со словами благодарности за победу. ПЕСНЯ День Победы Как он был от нас далек, Как в костре потолщин таял уголек. Были версты, обгорелые пыли, Этот день мы приближали как могли. ПЕСНЯ 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 Пойте сами, пойте с нами, пойте вместо нас. Ветераны и артисты вместе пели такие дорогие сердцу фронтовые песни. ПЕСНЯ 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 И в заключение вечера прощальный вальс. И в заключение вечера прощальный вальс. И в заключение вечера прощальный вальс.